Великое Отечественное Великое Отечественное Великое Отечественное Великое Отечественное Великое Отечественное летний человек на войне, начав ее в таком раннем возрасте и закончив ее тоже очень молодым человеком. И предисловие в этой книге, говорящие, посвящается ребятам, погибшим на Пашковской переправе в августе 1942 года. А внизу очень горькие слова. Сестра мне сказала, сейчас это уже никому не интересно, кроме тебя самого. Горько, правда? Слова горькие, сказанные сестрой Сергея Григорьевича. И я думаю, мы под ними не подпишемся. Нам это интересно. Ведь правда, это же наша история. Послушайте, как написано. Глава первая. Город детства. 17-летний солдат. В конце июля 1942 года немцы подходили к Краснодару. Мне только что исполнилось 17 лет. Прошлой осенью, после того, как отца проводили в армию, я оставил 9 класс и пошел работать на нефтезавод учеником токаря. И вот, как и многие мои сверстники, получил повестку из военкомата. Времени на сборы не давалось, да и собирать было нечего. Небольшая заплечная сумка с лямками, которую шила бабушка, уже давно дожидалась меня с кружкой и ложкой. Мама состригла в конверт прядь моих черных кудрявых волос, и я простился с родными. Сейчас создано представление о 17-летних призывниках военных лет, как о добровольцах. Это не совсем так. Хотя и об уклоняющихся от армии я в то время не слышал. Быть дезертиром, прятаться за чужие спины считалось большим позором. Военкомат находился недалеко от нашего дома, на улице Шумяна. Это был двухэтажный дом с аркой посередине, плотно закрытый тяжелыми деревянными воротами. Перед военкоматом собралась большая толпа женщин. Они недавно провожали мужей, теперь расставались с сыновьями. Девчонок среди родственников не было, ведь многие из нас еще не успели обзавестись подругами. Призывники попадали в военкомат через проходную. Там, бегло взглянув на документы, нас пропускали в узкий коридор младший офицер. Провожающие оставались на улице. И мы оказывались в распоряжении других командиров с треугольниками на петлицах, которые сопровождали нас по всем кабинетам. Еще раз проверялись документы, нас заносили в списки и тут же отправляли на медкомиссию. Все делалось быстро и четко. Перед первыми дверьми мы полностью раздевались и оставляли свою одежду на лавках. Было очень неприятно и стыдно голыми ходить из кабинета в кабинет, принимая разные позы перед врачами, среди которых были и женщины. Наконец разрешили одеться и мы попали в комнату, где несколько пожилых красноармейцев стригли всех наголо. После этого мы забирали свои вещи и нас выпускали в большой внутренний двор, служивший плацем, который был вымощен кирпичом и закрыт со всех сторон строениями. Июльское солнце сразу вцепилось в наши голомы за и головы. Укрыться от него можно было лишь в тени зданий. Там уже толпились и сидели прямо на земле те, кто прошел комиссию раньше. А двор продолжал заполняться и попасть в тень было все труднее. Я побродил, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых ребят. Мне уже было известно, что мой лучший друг, тезка, не подлежавший призыву по состоянию здоровья, эвакуировался вместе с отцом. С другими одноклассниками с тех пор, как поступил на завод, я встречался редко. До последнего времени дружеские отношения со мной поддерживали два школьных приятеля. Олег Мечник и Женя Нос, которые жили поблизости. Олег на нашей улице, а Женя на Рафаковской, ныне гимназическое. Хотя они и стали водить компанию с приблотненными парнями, но оставлялись верными товарищами. Их-то я и рассчитывал увидеть в первую очередь. Однако никого из знакомых не оказалось. С Мечником и Носом мне довелось встретиться намного позже. И при таких обстоятельствах, которые в то время не могли прийти мне в голову. Но это будет потом. Протиснувшись в угол двора к крану, удалось напиться. Солнце припекало. Надоело слоняться и бездействие, и утомительном ожидании. Далеко за полдень во дворе появилась группа командиров, которым с трудом удалось нас построить в несколько рядов. Раскрылись ворота, и сразу же во двор ворвался шум и крики провожающих. Теперь уже командиры заторопились. Не было напутственных речей, оркестра и цветов команда. Направо шагом марш, и команда с колонной двинулась через ворота. Крики на улице то всплескивались, то утихали. По мере того, как шеренга за шеренгой ребята оказывались на виду у матерей и несколько замедляли шаг. И я старался не наступать на ноги впереди идущим, и не сразу увидел маму. А она давно уже звала меня по имени, и я не сразу узнал ее. Так она постарела за день и махнул ей рукой, чтобы шла домой. Она, конечно, не ушла. А нас уже поставили и подстегивали команды «Шире шаг, подтянись, не отставать». И вместе с нами прибавляли шаг провожающие, которые двигались рядом с колонной по обе стороны улицы. Перед старым стадионом, сейчас на его месте сквер, который одно время носил имя Свердлова, свернули за угол и вышли на красную. Прохожих было мало. Трамваи уже не ходили. Колонну повели вдоль трамвайной улицы в сторону улицы Тельмана. Вот слева кинотеатр «Колос». Сюда мы убегали с уроков на хорошие картины. Ох, как мы визжали от восторга, когда Чапаев верхом на коне саблей и в развивающейся бурки. Готнал белых офицеров. Здесь же мы смотрели, если завтра война. Какие замечательные танки у нашей Красной Армии. И как их много. А сколько самолетов. Все небо ими закрыто. И десанты, десанты. Мы знали, что на вражей земле врага разгромим малой кровью и могучим ударом. Нас убеждали в этом кино. И радио, и газеты, и песни. Тогда в каждом кинотеатре перед началом сеанса играл оркестр. И выступали певцы. Разве можно было после фильма парень из нашего города сомневаться в том, что любимый город может спать спокойно? Так что же случилось? Коварные фашисты напали внезапно, разорвав пакт о ненападении. Они тайно собрали превосходящие силы и неожиданно обрушили на страну страшный удар. Мы получали продукты по карточкам. Но гордились славой Красной Армии, которая недавно проучила самураев на Халкинголе. И знали, если надо, к Акинаке долетит до Нагасаки и покажет всем о раке, где зимуют раки. А как же могло случиться, что немцы уже накупали? Все эти мысли прокрутились в голове, пока мы прошли по Красной только полквартала. Командиры, шагавшие сбоку колонны, пытались придать строй хоть маломальский воинский порядок. Прекратить разговоры, подравняйсь. Выполнять эти команды было трудно, потому что все время чья-нибудь мать убегала строй, что-то горячо говоря сыну. Парни же смущенно старались избавиться от материнской опеки. Никак не могли понять мамы, что их мальчики уже стали взрослыми мужчинами. За кинотеатром «Великан» поравнялись с дворцом пионеров. Это был действительно дворец. А какая же красота внутри. Я ходил сюда в пионерском галстуке в младших классах и, конечно же, постарался попасть в авиационный кружок. Все мальчишки тогда предели авиации. Здесь красную пересекала другая трамвайная линия, которая протягивалась от вокзала по Пролетарской и поворачивала на нашу улицу. Все тут было таким привычным и знакомым. Но этот оживленный перекресток в центре города уже заметно изменился. Витрины снаружи были забиты досками, окна оклеены полосками бумаги. Среди редких провожающих преобладали военные. Не было слышно звонков и дребезжания трамваев, что особенно создавало какую-то углюмую, настороженную тишину, которая на время прервала появление нашей шумящей колонны. Вот за пролетарской детской библиотекой. Летом мы бегали сюда босиком. Тогда все пацаны ходили в летнее время босиком. Самые лучшие книги были в читальном зале. Таких книг я никогда больше не встречал. Строгая библиотекарша подавала их, тщательно проверив, хорошо ли вымыты наши руки. Не перечислить все эти богато изданных книг со многими картинками. За библиотекой небольшой кинотеатр Арс. Потом его называли «Смена». До сих пор мы при случае вспоминаем слова из комендии «Волга-молга» «Без воды и ни туды, и ни сюды». И там же прозвучала популярная тогда песня. «Пусть враги, как голодные волки, У границ оставляют следы, Не видать им красавицы Волги, И не пить им из Волги воды». А волки уже на Волге. Еще через квартал художественный музей, куда нас всем классом водили на экскурсию. Помнится, здесь мы, как ценители искусства, единодушно признали лучшей картиной портрет курящего мужчины. Он висел на лестничной площадке, и было такое впечатление, что на кончике его папиросы тлеет настоящий огонек, который хотелось потрогать руками. На следующем углу показался сквер, в котором еще сохранились остатки постамента, памятника Екатерине. По утрам, когда приходилось бегать через сквер на работу, там из репродукторов набатом гремело «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» От этих слов и могучей музыки ознобом охватывал кожу. На выходе из сквера меня догонял торжественный голос Левитана от Советского информбюро. После ожесточенных боев наши войска оставили. Опять оставили. Оставили. Да что же это такое? Ведь дали же зимой немцам по зубам под Москвой и Ростов. Освободили и отогнали. И наша колонна вышла к улице Тельмана и вслед за рельсами обогнула сквер. Перед городским трамваем трамвайная линия поворачивала к моему заводу. И мы шагали прямо. За короткое время работы на нефтезаводе у меня появилось чувство рабочей гордости. Ведь я приносил домой получку. На моей карточке давали 800 граммов хлеба. А мама, как служащая, получала только 600. Бабушке с маленькой сестренкой, как иждивенцем, положено было по 400 граммов. Кроме того, возникло осознание причастности к нужному делу. И какой-то особой спайки среди рабочих нашего цеха. Это чувство особенно окрепло после страшного события, которое весной потрясло наш завод и весь город. Хочу сказать вот о чем. Нельзя без трепета читать эти строки. Потому что они о том, не только о том, вернее, что было. Они позволяют нам понять, как это было и что чувствовали обычные люди. В данном случае 17-летний парень. В одной части ставший мужчиной. Я решила, что заканчивать нужно непременно музыкой. И на ум пришло очень известное стихотворение, положенное на музыку. Это не текст и не слова. Это действительно хорошие стихи. Евгений Михайлович Винокуров. Музыка Андрея Яковлевича Ишпая. Песня называется «Москвичи». Вы ее, конечно, знаете. Там есть замечательные слова. В полях завислые сонные. Лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной. И Витька с маховой. В каждом городе были свои маховые и бронные. Были у нас. Рабфаковская, Красная, Пролетарская, Тельмана. Витьки свои были. И Сережки тоже. Помним. Мы вас помним. Гордимся. Мы вами гордимся. Но помнит мир спасенный. Мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной. И Витьку с маховой. Сережку с малой бронной. И Витьку с маховой. Ну как, появилось желание прочитать эту книгу целиком? Согласитесь, за душу берет. И это, друзья, не фантастика, а реальные события из жизни. Это история, которую мы должны знать и помнить. Но мне так хочется, чтобы больше никогда не пришлось писать книг о войне. Ведь любая война – это потери, ужас, скорбь и слезы. Надеюсь, человечество это однажды осознает. И все же закончить программу хочу на светлой ноте. Желаю всем нам мира, благополучия, здоровья и добра. Субтитры подогнал «Симон»!